Добрый день. Я представляю Российский онкологический научный центр и лабораторию клинической иммунологии опухолей. Это первая лаборатория еще в Советском Союзе, которая работает уже более 40 лет. И объектом, так сказать, пристального внимания, помимо онкогематологической патологии и иммунодиагностики, в лаборатории всегда были пациенты с солидными опухолями. Вы, если пройдете здесь по залам, так сказать, вот этого форума, вы практически в каждом зале, который построен, вот доклады построены по нозологическому принципу, вы увидите в каждом зале идет разговор, дискуссия на предмет применения, использования, результаты уже обсуждаются, применение таргетной иммунотерапии. И надо сказать, что как раз сейчас и началась эпоха таргетной иммунотерапия в онкологии. В чем уникальность этого подхода? В том, что впервые, наверное, из всего того многообразия воздействия на организм человека, онкологического пациента, таргетная иммунотерапия не направлена непосредственно на опухолевую клетку. Она направлена на модуляцию функционирования клеток иммунной системы. И основные вот два подхода, те, так сказать, искомины уже, наверное, на языке набили иммуночекпойнты – это CTLA, EPD и препараты, созданные к этим молекулам. Суть заключается в том, при применении в том, что препарат блокирует взаимодействие леганда на опухолевой клетке с соответствующим рецептором на иммунокомпетентной клетке. Вот здесь на слайде это продемонстрировано. Созданы препараты. Наиболее первый из них – это эпилюмумаб, неволумаб, как представители той или иной группы. Но уже неоднократно и публикации сейчас появляются, и уже есть определенный опыт использования этого подхода в терапии онкологических больных в нашем центре, и все чаще звучат доклады, сообщения о том, что эффективность таргетной иммунотерапии напрямую не зависит от степени выраженности, от количества клеток, экспрессирующих леганды. Чаще всего исследуется степень экспрессии легандов на опухолевых клетках, причем иммуногистохимическим подходом. Но однако, как вы уже видели на предыдущем слайде, пренепременным участником этого события является наличие рецептора на иммунокомпетентной клетках. Говоря о таргетной иммунотерапии, ее задача заключается в том, чтобы восстановить равновесие эффекторных клеток и регуляторных клеток в пользу, соответственно, эффекторного звена. Эффективность терапии, как я уже говорю, это примеры двух пациентов, верхний ряд и нижний ряд, где на CD45 лимфоцитах, причем лимфоцитах инфильтрирующих ткань, как на CD8, так и на CD4, исследовалась коэкспрессия рецептора PD-1, для идентификации которого мы используем антитела CD279. И вы видите совершенно два различных примера с высокой степенью рецептора на иммунокомпетентной клетке и с низкой степенью экспрессии. Точно так же исследуются опухолевые клетки, которые гейтируются коктейлем антител к эпителиальным структурам, как поверхностным, так и внутриклеточным. Исследуется экспрессия леганда первого, леганда второго. И вы видите тоже, какие различные уровни результатов могут быть, совершенно различные варианты результатов у различных больных. Соответственно, результаты другие. Но если бы всё заключалось бы именно в этом. Помимо всего прочего, после блокады иммуночекпоинтов генерация иммунного ответа зависит от функционирования всего остального комплекса иммунокомпетентных клеток. И как мы видим здесь на слайде, что есть целый ряд клеток, которые осуществляют противоопухолевый контроль, им противостоит огромная армия, это очень схематично, огромная армия событий, которые противостоят генерации эффективного иммунного ответа. Ну и, конечно же, центральной клеткой эффекторной является CD8-лимфоцит. Схематично здесь представлено соотношение эффекторных и регуляторных клеток. И что я хотела здесь показать и сказать, о чём, и подчеркнуть, то, что клетки-эффекторы, это по количеству, они представлены в организме, ну, так сказать, значительно выше, это 30-35 процентов клеток среди полуолимфоидных клеток. И их особенность заключается в отличие от регуляторных тем, что фенотипически они крайне слабогетерогенные, в отличие от регуляторных, в то время как регуляторная это минорная популяция. Ну и, соответственно, у больных при варианте противопухолевого фенотипа соотношение этих популяций значительно может меняться. Регуляторные лимфоциты или супрессорные – это те клетки, которые в норме, это клетки, врождённые в иммунитет, они призваны для ограничения аутореактивности, для ограничения и цепотоксической активности. Однако зачастую у онкологических больных уровень этих событий может быть крайне высок. И из минорных они становятся достаточно значимы и детектируются. В частности, вот хочу представить здесь фенотип. Возможно определение среди лимфоидных клеток как CD4, как CD8, так и НК клетки. Среди клеток лимфоидной дифференцировки на сегодняшний день – это всё Т-клетки. И они могут быть либо CD4, либо CD8, либо НКТ. Стратегия последовательного гейтирования. Мы работаем, конечно, в своей работе, используя метод проточицы тметрии, где, как известно, последние уже 10-15 лет, 20 лет господствует стратегия последовательного гейтирования. Вот таким образом идёт выделение популяции регуляторных клеток. Вот в данном случае это комбинация CD4. Это комбинация, которая позволяет идентифицировать регуляторные CD8 лимфоциты. Причём эта популяция встречается только у человека. Это вариант нормы, это вариант онкологического пациента. НКТ лимфоциты. Вы также видите, какие высокие значения могут достигать уровень НКТ лимфоцитов, их содержания у онкологических пациентов. Таких значений не встречается вообще ни при одной, ни при какой другой патологии человека вообще. И надо сказать, что большинство исследователей долгое время, говоря о регуляторных клетках, пренепременно имели в виду регуляторные CD4. В то время как я хочу подчеркнуть, что среди Т-клеток есть также и клетки CD8. Они могут быть не только эффекторными, они могут быть регуляторными. Их функция зависит от их фенотипа, она тесно связана. И вот если оценить ранговое место тех или иных трёх этих популяций, то вы можете обнаружить, и это в данном случае пример анализа базы данных при раке молочной железы, но и при других нозологических формах. Такая тенденция сохраняется, когда встречается чаще всего именно повышенное значение НКТ-лимфоцитов. На втором ранговом месте идёт содержание регуляторных CD8 и лишь только на третьем CD4. Эффекторные клетки. Мы можем говорить о том, что они могут быть либо клетками врождённого иммунитета, либо адаптивными. Говоря о врождённом, мы имеем в виду НК клетки. И в чём их отличие между собой? То, что CD8, цитоксические Т-лимфоциты, это клетки адаптивного иммунитета, клетки лимфоидные, они обладают иммунологической памятью. Это клетки, которые обязательно работают при наличии коэкспрессирующих молекул, при наличии антигенно-гисовместимости первого класса. И поэтому мы вправе говорить о том, что они осуществляют специфический иммунный отзор в отличие от НК клеток. Натуральные киллеры – идеальное название для этой популяции. Были проанализированы большое количество пациентов с различными нозологическими формами. Это норма. И существует в анализируемых группах пациенты как с низким содержанием той или иной популяции, так и с высоким. И когда при анализе принято сейчас говорить о статистической гипотезе, о необходимости достаточного количества пациентов с тем, чтобы отразить те или иные закономерности. Но нюансы анализа иммунограмм онкологических больных заключаются в том, что именно как раз они являют… Этот подход анализа иммунограмм, он является ярким примером индивидуального подхода в медицине, к чему нас призывает Минздрав, к индивидуальному подходу, к персонифицированной медицине. Поскольку если усреднить в одну группу, вы видите количество пациентов при различных нозологических формах, у которых может быть низкое содержание НК клеток, так и высокое содержание, и если это объединить в одну группу, даже это при сопоставимых клинических данных, то мы теряем… На самом деле мы можем не увидеть, мы можем получить ложно-отрицательные результаты, то есть вообще результаты близкие к норме. аналогично цитоксические лимфоциты – это донорский пример. Могут быть пациенты с низким содержанием цитоксических лимфоцитов и с высоким содержанием, и отражение количества больных с одним или с другим вариантом представлено здесь на нижней части слайда, и ситуация может оказаться точно такой же. Уровень – это, так сказать, тот подход, который на первом этапе, когда мы оцениваем соотношение линейных популяций. Как это принято говорить, это должна быть всегда контрольная сумма, ТБНК, 100 плюс минус 5 процентов, тогда анализ будет корректен. И вот при анализе общего пула Т-лимфоцитов у больных раком слизистой оболочки полстирта в зависимости от стадии заболевания, мы видим, что уже даже в дебюте заболевания на первых стадиях статистически достоверные отличия идут от контрольной группы. По выживаемости больные по критерию живы умерли, мы видим различия статистически достоверные с контрольной группой по всем трем популяциям общей пулты клеток и субпопуляции CD8-CD4 по сравнению с контрольной группой. Регуляторные CD4 также, так сказать, по критерию живы умерли, мы видим повышенные значения по сравнению с контрольной группой. И все эти закономерности функционирования соотношения различных популяций при различных клинических течениях, при различных клинических течениях заболеваний в нашей лаборатории изучались очень долгие годы, и основные закономерности, они были выявлены, установлены, нами поняты при исследовании системного иммунитета, то есть при оценке популяций периферической крови. Весь мир этим занимается, но, как правило, исследуется какая-то одна из популяций, в то время как мы на той самой схеме видели, что генерация иммунного ответа зависит не от какой-то одной популяции, она формируется и зависит от нормального функционирования всех клеток иммунного ответа. Но клиницисты в последнее время уделяют очень активное внимание и придают значение результатам изучения структуры иммунных клеток на тканевом уровне. И в этом случае мы говорим о локальном иммунном ответе на уровне опухолевой, непосредственно о тех событиях, которые происходят в опухолевой ткани. Этот интерес, так сказать, возрос, просто вспыхнул вот в эти годы, после 2000 года, когда было чётко показано взаимоотношение и зависимость течения онкологического заболевания от состояния иммунной системы, когда было сформулировано вот в виде, это взаимоотношение было сформулировано в виде теории иммуноредактирования, а уже начиная с 2011 года пошло активное внедрение в клиническую практику таргетной иммунотерапии, первые препараты, пилимумаб, которые вы знаете, и дальнейшие и так далее. При различных нозологических формах эти исследования проводились. Особенно хочу подчеркнуть, вот, например, ассоциации, где утверждается выживаемость 12 с лишним тысяч пациенток и ассоциация с уровнем CD8-лимфоцитов. Как правило, все эти работы выполняются на иммуногистохимических срезах. И вот даже была вот эта публикация, которая была признана лучшей публикацией года, где были доложены и изложены результаты работы рабочей группы по стандартизации иммуногистохимического исследования ТИЛов у больных раком молочной железы. И показано на сегодняшний день, это уже более поздние данные, почти 4000 сотрудников показано, например, что сама по себе степень инфильтрации, уровень инфильтрации коррелирует с клиническим течением заболевания с ответом на терапию. И показано как безрецидивная, так и общая выживаемость, где положительное значение имеет степень инфильтрации опухоли ТИЛами, но либо при тройном негативном раке молочной железы, либо при хердопозитивном раке молочной железы и абсолютно не является значимым при люминальном биологическом подтипе рака молочной железы. Аналогично при опухолях головы шеи показано, что высокий уровень ТИЛов, то есть высокой степени инфильтрации опухоли лимфоцитами сам по себе отдельно является благоприятным прогностическим признаком, причём независимо от вирусной экспансии. Мы в своей работе также различаем низкий, средний и высокий уровень степени инфильтрации. Каждый образец, на сегодняшний день это порядка 700 образцов, каждый образец проходит обязательный контроль цитоморфологическим исследованием, методом жидкостной цитологии. В некоторых случаях наши данные совпадают, но в 23% случаев метод жидкостной цитологии даёт отрицательный результат. Я не хочу комментировать результаты, если бы, так сказать, это сейчас в работе, ещё не представлены эти данные, иммуногистохимического исследования. В целом, например, вот четыре различные категории, группы больных первично операбельным раком молочной железы, местно распространённый, диссеминированная меланома, рак слизистой оболочки полости рта. Что, например, по уровню степени инфильтрации у этих опухолей общего? То, что у них сопоставимы группы с высокой степенью инфильтрации. В то время как, например, вот хочу обратить внимание, при раке слизистой оболочки полости рта вообще не встречаются пациенты, у которых слабая инфильтрация ткани лимфоцитами. Возможно, это, так сказать, связано с анатомическим строением. Мы в своей работе используем вот такую панель при изучении фенотипа, потому что само по себе степень инфильтрации дает информативно, но недостаточно одного маркёра, например, для того, чтобы понять, это эффекторная CD8-клетка или это регуляторная CD8-клетка. То есть, соответственно, нужно провести фенотипический такой, так сказать, более детальный анализ. Ну и, кроме всего прочего, поскольку образцы опухолевой ткани исследуются экспрессии легандов на эпителиальных клетках. Здесь суммарно представлены результаты по тому промежуточному анализу, которые проведены. В общем, особенно нет времени комментировать, но, например, вот если взять регуляторное CD8, мы видим, например, сопоставимые результаты у больных первично-операбельным раком молочной железы и при раке слизистой оболочки полости рта, в то время как при меланоме, практически, при статической меланоме количество этих клеток в два раза практически ниже. И между собой, насколько сильно отличаются группа пациентов с первично-операбельным раком молочной железы или местно распространённым. Если посмотреть, сравнить периферическую кровь и опухолевой ткань, например, содержание регуляторных CD4-лимфоцитов у больных раком слизистой оболочки полости рта, то вы видите, эта диаграмма показывает сама за себя. Регуляторное CD8 в периферической крови в опухолевой ткани также у больных раком слизистой оболочки полости рта. И, собственно, к чему вот всё это я говорю? К тому, что помимо анализа какого-то отдельного той или иной популяции или просто вырванных из контекстов исследований экспрессии олиганда либо рецептора на иммунокомпетентной клетке, это всё, конечно, очень, так скажем, то есть эти исследования могут быть малоинформативными в случае, если не изучена вообще способность иммунной системы, то есть остальных всего того комплекса, начиная от дендритной клетки, CD4-лимфоцитов и так далее, так сказать, ступенчато, способна ли вообще иммунная система у данного конкретного человека к индукции, к специфической индукции генерации иммунного ответа за счёт специфических иммунных клеток. И поэтому, да, я хотела вот обо всём, об этом, так сказать, рассказать. Спасибо за внимание. Тиба. Вопросы, пожалуйста. Вы представили панель антигенов и их сочетаний для изучения опухоли-инфинтрирующих лимфоцитов, а какой объём материала нужно для того, чтобы всё посмотреть? Ну, я на этом просто не останавливалась, но в ряде случаев у нас используется как операционный материал, но в случае диссиммерной меланомы или местно распространённого рака молочной железы это корбиопсия. То есть этого материала бывает, ну, как правило, достаточно для того, чтобы проанализировать. Конечно, виртуозные руки и сотрудников лаборатории, которые вот здесь являются минисовторами. Простите, а чисто технически вы дезагрегируете полученные материалы, смотрите весь объём материала или вы выделяете каким-то образом лимфоциты? Нет, мы общий пул суспензии, получаем весь пул клеток из ткани, проводим фрагментацию. Чаще всего мы используем механическую фрагментацию, хотя есть, мы сравнивали также и результаты в случае использования ферментативной фрагментации. В общем, результат сопоставимый, мы остановились на механической фрагментации ткани. И, так сказать, да, используем, вот, стараемся. Сейчас немножко изменили панель с тем, чтобы экономить именно вот те случаи, когда мы сталкиваемся с малым количеством клеток, чтобы на малом количестве материала проводить эти исследования, потому что проточец статометрии, конечно, подразумевает поток клеток. Должно быть достаточно материала, плюс ещё проведение дополнительного контроля жидкостной цитологии. Корбиопсии достаточно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова